Всем большой привет! С вами Вика. Решила снять маленький влог. У меня всегда в сумке камера. Тем более, я думаю, это будет такой последний влог. Потом у меня все-таки, я предполагаю, будет небольшой перерыв в съемке влогов. Итак, едем сейчас за комодом в мебельный магазин. Хочется подготовиться к рождению малышки, постирать все вещи, погладить, разложить все по ящичкам. Так, что еще вам рассказать? Ну, у меня начинается вот этот вот так называемый синдром гнездования, который обычно перед родами начинается. В общем, да, останавливаемся на этом комоде. Дети очень приятные. Как раз все детские вещички поместятся для грудничка туда. Мы с мужем приехали в кино, как вы видите, так. Пытается сорвать муж в процесс съемки. В общем, решил снять с себя в зеркале, прям поболтать с вами. Мироси у нас с родителями. Сегодня воскресенье. Они приехали с ней посидеть. Мироси поспала. Сейчас я знаю, что ее кормят. И мы с мужем решили воспользоваться моментом и съездить в кино. Сейчас пойдем на какой-то фильм, который называется «Люси». Вот такой у меня аутфит с животиком. Девочки, и многие спрашивают вас, из вас очень часто, «Вика, это ты беременна снова?» Это, видимо, новые подписчики. Или у тебя такой живот остался от Мироси? Девочки, я на девятом месяце, это я положение. Если кто-то не знает, что значит положение, то значит, я беременна. Такой уютный зал. Здесь даже столики и диванчики. Мы с мужем заказали себе попить и мясное сорти. Ждем. И с вами снова я. Хочу поделиться, что у меня продолжается этот синдром гнездования, который, кстати, заключается не только в том, что мне хочется максимально подготовиться к рождению малышки, то есть подготовить всю одежду для нее, мебель, коляску. Также хочется успеть какие-то свои личные дела сделать, которые, я думаю, после рождения малышки придется отложить на некоторое время. Это, например, встречи с моими подружками. Как вы, наверное, уже заметили, я человеку очень общительный. И я выделила пару дней, когда Мироси будет с родителями, когда я смогу встретиться с несколькими моими подругами. Потому что, не знаю, для меня это очень важно, мне это греет душу. И сейчас вот как раз такой день, и я сейчас планирую ехать на встречу с моей подружкой. И, наверное, возьму вас тоже, так, мельком, чтобы вы посмотрели, вообще, чем мы будем заниматься. Конечно, где-нибудь посидим и поболтаем. Смотрите, какая прелесть на дереве. Я припарковалась, стою, жду подругу, видно, что она еще не приехала. Вот ресторанчик, куда мы пойдем. Наверное, возьму какой-нибудь Цезарь. В общем, сидела я в своем телефоне, а подружка-то моя уже подошла, а я даже не заметила. Аль, ты можешь передать привет. Ну, тебя плохо видно, конечно, из-за двери. Сейчас я выйду, можно снять твой аутфит, кстати. Давай. Не скромничай только. Всем привет. О, ничего себе, какая красота. Да, как всегда, красотка. Вот, да, ну ладно. Сейчас мы пойдем уже в ресторанчик. Сейчас я сумку возьму. Вот такой приятный, светленький ресторанчик. Сидим с подружкой. Ждем, вот, заказали. Попить пока. И покушать. Вот, ждем покушать. Так, я кушаю нюня кипап из курицы. Аля взяла себе суши. Я пока воздержусь от употребления суши на время. Все-таки иногда, конечно, хочется, но на сегодня воздержусь. Итак, стою в пробке. И, пожалуйста, как я вам в прошлом влоге рассказывала, мне удалось купить в пробке кофе. Очень классно. Тут даже печенюшки прилагаются. Здорово. Капучино. Вот такая пробка тут. Вообще, все глухо. Продолжая стоять в пробке, я решила сейчас заехать во Владимирский пассаж. Сейчас расскажу вам, зачем. Небольшая предыстория. Многие из вас спрашивают меня, Вик, какую бижутерию ты носишь? Какую бижутерию ты любишь? Ну, если вы часто смотрите мои видео, вы наверняка замечали, что я не ношу бижутерию. По крайней мере, с тех пор, как я начала снимать видео, я вообще, наверное, ни разу ничего такого не надевала. Ну, вообще, конечно, против бижутерии я ничего не имею. Но дело в том, что я сейчас ношу только те украшения, которые дарит мне мой муж. И поэтому там нет бижутерии, соответственно, я не ношу бижутерию. Но вообще бижутерия – это очень хороший, мне кажется, способ выразить свою индивидуальность. Поэтому, если вы носите бижутерию, носите и ни в коем случае не полагаетесь на мое мнение. Потому что в свое время, я тоже помню, когда училась в университете, у меня была куча всяких сережек, там, не знаю, бабочки, гитары, листики какие-то, нотки. Вообще куча-куча всего. Прям у меня куча шкатулок было. И даже, я помню, когда я познакомилась с мужем, у меня на груди была брошка в виде таксы, которую я купила в Топшопе, мне она очень нравилась. В общем, но сейчас уже, конечно, с возрастом я перешла к таким более, ну, я не знаю, серьезным, что ли, украшениям. Я люблю что-то такое неброское совсем. Но, ну, вообще, честно говоря, за меня выбирает муж, так что, да, у нас вкусы схожи. И я это все говорю, потому что я сейчас еду в магазин украшений Art of Glow, как-то так. Я еще там не была, я видела их сайт, мне очень понравилось, я решила заехать, так как скоро предстоит день учителя, вы, наверное, знаете многие. А у меня мама педагог, этого не знаете. И, в общем, я решила ей купить что-то из украшений. Обычно я покупала ей что-то в Пандоре, но в этот раз решила в каком-то ювелирном магазине что-то посмотреть. Мне там просто понравились какие-то кольца с коронами. Вообще там, кстати, очень много еще для молодых мам украшений интересных, связанных с рождением детей. Ну, я посмотрю, может быть, засниму вам, что купила, не знаю, как вообще уместно, это будет неуместное. Там где? Вот, как-то так называется. Зашла я в салон, это такая маленькая уютная студия, мне даже разрешили тут поснимать. Каталог сейчас вам покажу. То есть так поснимать. Не тайком немножко, а вот прям вот так вот поснимать можно, полистать. Что-то прям огромный выбор. Такой толстенький каталог у вас. У нас очень мало изделий в каталоге, на сайте значительно больше. На сайте я даже все не просмотрела. На сайте мне понравились, знаете, что кольца вот в виде корон, вот, ну вот что-то типа такого. Только мне нужны не обручальные. Эти кольца можно воспринимать не как обручальные, а как повседневные. Это уже как бы от вас зависит от всего внутреннего, да? Ну да, 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 да. Я могу вам показать вам наличие вот такое кольцо, да? А. Это оно сапфиром. Еще вот такое. Ну, мне кажется, оно такое прям слишком роскошное, нет? Ну, то есть, не знаю, нужно на повседневность, мне кажется, какое-то кольцо. Ну, попробуйте на руке, приложите к ручке, на пальчик померьте, потому что на руке оно смотрится иначе, нежели, как представлено. А второе можно тоже посмотреть? Да, конечно, пожалуйста. Девчата покажу вам, потом напишите, какое вам больше понравилось. Ну, вот это вообще прям мега нарядное, но оно мне больше нравится, потому что тут синие камни, я очень люблю синий цвет. Ну, попробуйте, оно не так компезно смотрится. Хорошо, сейчас выключи камеру. Ну, руке, конечно, очень красиво смотрится, мне нравится, что-то получается и белое золото, да, и желтое золото. Да. Да, это же белое золото, а не сереброжное. Не-не-не, это белое золото, по идее вы можете сделать однотонным, да, кольца в одном золото. Ну, мне уже нужно именно вот купить, то есть, не на заказ, да, потому что времени мало. Ну, да, ну, зубриллианты сверху синий сапфир. Угу. Ну, опять же, если бы заказ, например, на будущего, да, можете любые камни вставить, это не проблема. Угу. В общем, я это коленечко выбрала, но у меня еще сомнения небольшие есть. Честно скажу по секрету, потому что мне кажется, оно уж такое прям помпезное слишком. Ну, я бы, конечно, носила бы повседневно, не знаю, как мама, чуть-чуть бы, может, оно как-то, может быть, поменьше камней бы было, или что-то такое. Не, ну, мы с вами обратили внимание, что на ручке оно хорошо смотрится, да, это отдельно оно кажется таким помпезным, но если была бы возможность, было бы у нас время, то можно было бы заранее через каталог, либо по любому эскизу вашему заказать, например, кулон в виде ручки. Ну, какое-то такое изделие, которое относится к учителю. Угу. А, ну, у меня времени-то вообще уже нет, так что, да, мне надо именно сейчас взять. Ну, относительно цен, тут тоже можно, если заранее заказывать, можно поиграть с ценой за счет камней. То есть можно какие-то характеристики камней другие поставить, это будет более бюджетный вариант, либо хотите что-то более дорогое, да, и роскошное, если бы другие камни поставить, бриллианты более качественные, либо более большие. Угу. То есть все зависит от вашего желания и, соответственно, от времени. Да, мне надо брать то, что в наличии, тут у вас, в принципе, с коронами не так много осталось, но хорошо, хоть все равно выголы. Ну, короны пользуются, да, сейчас популярностью. Представляете, сейчас у меня будет фотка для инстаграма этой студии, у меня очень приятно это. Симпатично. А это что за камни такие, которые к моей кофте подходят? Это личный жемчуг и карат. Это дизайнер Полина Северева, она только у нас, представленный жемчуг. Ну да. В общем, девчонки, меня пофоткали с этими двумя браслетиками для инстаграма, и девушка, продавец, рассказала мне одну такую особенность, вот когда выбираете браслетики, вот, скажете, если вам не сложно. Да, конечно, просто когда выбираете браслеты, лучше, чтобы камни были, огранка была вот таким образом. Смотрите, вот, например, здесь огранки нет, да, на браслетике, вот на этом, получается, я так поняла, да? Да. А на этом браслете огранка есть. И лучше брать с огранкой, да, потому что он на свету лучше играет. Да, значительно. Если сравнить два браслета, они, когда рядышком обуви, стянутся, но на руки... Вот этот без огранки, да? То есть просто отшлифованный. А вот этот с огранкой, он, получается, на свету очень красиво играет. Я, кстати, такую особенность не знала. Тоже что-то новенькое. Угу, спасибо. И последний кадр моего влога. Всем пока! Итак, как вы поняли, я уже с вами попрощалась, но решила еще продолжить съемки влога, потому что только что приехал муж, и неожиданно он привез мне айфон 6. Я даже не знала, какой выбрать, айфон 6 или 6 плюс. Он взял айфон 6, и он оказался намного больше даже пятого, поэтому я рада, что он выбрал айфон 6. Но мне, в принципе, без разницы. Мне главное, что у него большая память, 128 гигабайт, а так как мой телефон вообще весь забит, я снимаю влоги каждый день, я делаю фотографии Мироси, делаю видео, особенно когда я первые шажки, куча видео. Поэтому мне, кстати, главное побольше памяти в телефоне. Сейчас давайте я вам покажу, насколько он больше. Простите за мой такой полусонный домашний вид. Секундочку. Итак, вот мой пятый айфон 5S. Тут у меня, кстати, на заставке Мироси. Такая милая фотография, сейчас покажу. Вот она тут на кресле сидит, такая хорошенькая. Наверное, не видно. В общем, да, не в этом суть. Тут 6, не 6 плюс айфон, а 6. Сейчас сравним их размеры. Вот, посмотрите, насколько 6 больше, чем 5S. А представляете, какой 6 плюс огромный. Но главное, что тут вообще безграничная память. Буду радовать вас влогами все больше и больше. Да, такая хорошая новость. Так что ждите еще влоги. У меня будет куча фотографий Мироси. Не надо будет их никуда скидывать, удалять, переживать. Какие-то жесткие диски придумывать. Можно будет все нормально тут хранить. И видео все эти милые. Вот, пожалуй, все. Теперь еще раз попрощаюсь с вами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok